Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипе. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала Всемирная иллюстрация, Санкт-Петербург, 1893 год. Женская головка из воска. Скульптурное произведение, приписываемое Рафаэлем. Это чрезвычайно замечательное произведение скульптуры, представляющее собой один из редких шедевров эпохи Возрождения, находится в Лиле, так называемой музее Виккара. В 1798 году Виккар был членом комиссии, собиравшей в Италии художественные произведения, предназначенные для французских музеев. Эта комиссия по поручению генерала Наполеона Бонапарта забирала по всей Италии величайшие произведения живописи и скульптуры. Все эти захваченные сокровища были помещены в Лувр, в то время носившие название Наполеоновского музея. Этот захват совершался на основании формально заключенных трактатов между французским правительством и побежденным итальянским государством. Трактатов, разумеется, вынужденных. Лично Виккар составил себе благодаря этой комиссии драгоценную коллекцию картонов Рафаэля и Микеланджело Буонаротти и других произведений искусства, которые, умирая, завещал своему родному городу Лиле. Между этими произведениями итальянского искусства находится, между прочим, и женская головка из воска. Неизвестно, каким образом тогда был ее Виккар и где она в его время находилась. По всей вероятности, в Риме. По манере, некоторым побочным обстоятельствам и, главное, вследствие ее сходства с собственным рисунком Рафаэля, изображающим, опять-таки, по предположению портрета его сестры Элисаветы. Этот рисунок тоже находился в музее Виккара. Было сделано предположительно, что эта головка есть в создании Рафаэля Санцова. Проверить справедливость такого предположения не только трудно, но и прямо невозможно за недостатком каких-либо фактических указаний. Но если обратить внимание на глубоко вдумчивое выражение лица этого чудесного бюста, на тонкость и, как бы, нежность работы, на сходство с портретом сестры Рафаэля, то невольно придется заключить, что эта головка принадлежит Рафаэль. Ну, вот такое описание по журналу 1892 года. Пока-пока, до свидания.